Они могли бы 10 раз провести полицейский, вот оно, он тут стоит, проводи, не хочешь. Ну, реально, проблема ни с чего. На каком законе основано проведение по пакету? На каком законе основано? Ну вот и все. Тогда мы можем пройти, получается? Нет. Не надо меня снимать? Пожалуйста. Хорошо. Давайте уже что-то решать, ребята. Сукупочку, если вы это выберете, я подам на вас суд. Хорошо. Не надо меня снимать? Я вас услышу. Он уже нарушает 19.3 неподчинение сотруднику полиции, понимаете? Законным требованием. Законным требованием. На каком законе оно основано, полицейский? Ну, хорош, 19.3 не прокатит. Вы просто опозоритесь и все. Вот если вы вот этим предъявите требования, вы будете народными героями. Понимаете? Вы за народ будете. Если вы против народа, против Путина, вы так и скажите. Вы отказываетесь предъявить предметы, которые срабатывают в руководстве. Отказываетесь. Если отказываетесь, то прошу предъявить предметы, которые срабатывают в руководстве. В случае отказа? Я согласен на то, чтобы сейчас охранник подошел сюда, про галтетектору в пакет и что-то, чего же еще надо. Если убедиться и что-то еще. Все, в принципе, если... Вы сверх этого что-то хотите, чтобы я достал свои личные вещи на голосование. Что-то еще, а вот как... Я не знаю, если ваше личные вещи трогают, как... Вы дай им убедиться, что отсутствует запрещенные наносы в общественное место предметы. Запрещенные предметы. Но почему вы только к нему пристали? Почему вы не хотите убедиться, что вот у этой девушки, допустим, отсутствует? Почему вот у этого мужчины вы хотите... Они могли бы 10 раз провести, полицейский. И вот оно вам тут стоит, проводи, не хочешь. Ну, реально, проблема ни с чего. Мы слышали. Полицейский, давайте действовать, как вы говорите. Стоять, если честно, вы достали. Хотим кушать? Кушать хотим. Обеспечьте нам проход. Обеспечьте наши конституционные права и свободы. Обеспечивайте. На каком законе основано проведение по пакетам? На каком это законе основано? Ну вот и все. Тогда мы можем пройти, получается. Нет. А это на каком законе основано? Вы проходите, пожалуйста. Нет, ну это понятно. А вот его на каком основании вы задерживаете? Еще раз. Давайте. 55-й спокаперский, 35-й федеральный закон. Это мы уже слышали. 150-й закон об оружии, который ограничивает оборот оружия на территории СССР. То есть я не могу сюда пройти с оружием, что в ней? Почему? Почему? Если вы откроете 150-й закон об оружии, там конкретно написано, что владелец оружием, человеку с оружием, владелец с оружием, запрещено посещать общественные места с массовым скоплением людей, а также места, где продается спиртное. Это категорически запрещено. Где распевается спиртное. Услышьте меня. Если человек имеет разрешение на травматическое оружие, он не имеет право пройти в торговый центр, это является нарушением федерального законодательства. Человек преднамерен в таком случае, преднамерен, повторюсь, потому что когда вы получаете лицензию на оружие на травматическое, вы проходите обучение, за которое вы расписываетесь и так далее. То есть вы преднамеренно нарушаете действующее законодательство. Если я правильно, у меня не память не изменяю, то оружие в этом случае подлежит институту, а вы административное наказание. Все правильно, только здесь не распевают. Так общественное место, он же дома что ли не может выходить? Мы про общественное место первым заговорили. Общественное место на футборке, практически у каждого ряда, за исключением детского коммуника, подается пиво. Это первое. На территории находится несколько ресторанов, в которых продаются крепкие спирты напитки. Так что общественное место, в зоне футборка, которому подвлекаются крепкие напитки, официально. То есть теоретически, выходя на улицу, человек с оружием уже нарушает, правильно? Потому что на улице же продается, вот магазины вот эти самые находятся, правильно? Вы меня не дослушали. Или как-то переходя на территорию магазинов? Мы сейчас говорим, где продают. Если вы на улицу и собираетесь распивать, то вы нарушаете другой закон. У вас уже идет распитие спиртных компетентов в общественном месте. Дело в оружии. Что является нарушением устроения. Дело в оружии. Просто я уверен, что даже если у него есть оружие, он неспокойно на законном условии может тут находиться. Нужно находиться как проблемой. После того, как предъявляет предмет, на который сработал методискатель, совершенно спокойно, никто не препятствует. Он заходит на территорию торгового центра. А почему он не заходит сейчас, если он не предъявляет предмет? А на каком законе это основано? Еще раз. Вот именно охрана имеет право не допускать на территорию торгового центра и так далее. Еще раз. Совсем на одним вопросом, я не знаю, как пообращаю. Я отвечаю, я отвечаю. Я еще и не собрался замечательно. Поэтому я вам повторяю и не могу понять, почему не можете запомнить. Вы моложе меня с кончислями, они как запомнить не можете, если я повторяю. У вас даже запись идет. Это выставлял прямой письма. Потом можете просмотреть. Вы даже никак не можете запомнить то, что я вам говорю. Нет, если будет. Понимаешь, я правильно послушаю, попрошу. Хорошо, отвечаю. Мы хотим убедиться, что есть аксессу, предметы запрещены. Проносы. Я иритор второго центра. Это на одной сцены. Наружая запись 4-6. Тольщие режущие. Быстрее звание. Это при входе стоятки. Справа, с левой центра. Да. Стоят карточки информационные. Да, там все это отражено. Вы когда проходили, вы на это просто не обратили внимание, что там все. Полицейские, давайте действовать уже. Я бы запарился, если честно. Вы проходим туда, кушаем и все. Вопросы нет. Сейчас уже, вот мы же вам говорили, проходите. А сейчас уже полицейские команды, сейчас еще какие-то приедут полицейские. Вызвали еще до панча, наверное. А эти что, не справляются что-то? Вон в разговоре там болтают. Ну сколько нужно их, чтобы крутить лампочку 100 человек что-ли? Это бред. В общем, полицейские, вы будете бездействовать, Александр? Нет. Пока бездействуем. Слушай, может, с кладом. Так как слушать-то? Это уже происходит, тут битый час. Да, в торговый центр мы пришли покушать. Как опасно-то. Вот ребята стоят тут, бравые. Менужки не снимать, пожалуйста. Хорошо. Давайте уже что-то решать, ребят. Секундочку. Если вы будете вывести в группу, я подам на вас. Хорошо. Не надо меня снимать. Я вас услышал. Я к вам обращался? Давайте уже что-то решать. Давайте что-то решать. Кто из вас старкает вообще? Я вижу вы, у вас звездочка, правильно? Мы с вами общались. Что общались? С сотрудниками УВД. Вы будете что-то делать, нет? С вами сотрудниками УВД общались. Вы проходите в вашу жалочку. Да мы это можем пройти. Человека-то обеспечьте свободу и прав. Вот, запомните. Я вас предупредил? Да предупредили, да. Все. Я вас услышал. Не волнуйтесь. Все хорошо. Ну, зато никто ничего не хочет делать. Просто все хотят ходить и предупреждать. Вот столько человек. Олег Дмитриевич заставляет Дмитрия Викторовича в какой раз уже читать 55-ю статью Конституции. Зачем? Чтобы запомнили. Чтобы вы ее знали на языке. А вы ее знаете, да. Полицейские у вас имеются предметы, которые запрещены к проносу, запрещены к обороту на территории Российской Федерации, в федеральном законодательстве. Это 150 закон об оружии. И вы пытаетесь снаружи федеральный закон пройти на территорию торгового центра с оружием взрывчатого общества. Полицейский пока вам говорит, но мы сейчас можем переносить по-другому и ему решить вопрос. Но дело в том, что если вы будете бездействовать сейчас, на вас будет написано жалоба, вы будете привлечены к дисциплинарной ответственности. Я уже должен быть привлечен. Конечно. А если что, он уже нарушает 19.3 неподчинение сотрудников полиции. С законным требованием. Законным требованием. На каком законе оно основано, полицейский? Ну, хорошо, федеральный не прокатит. Вот если бы вы им сейчас сказали разойтись, иначе будет 19.3, представили все как положено, вы бы вот их оформили по 19.3. Мы вас можем научить, как это делать. Хотите? По 19.3 мы все вот знаем. Вот этого человека оформляли по 19.3. Оформляли же правильно, да? И не раз. Да. Потом в суде краснели. Зачем вам это надо? Вы просто опозоритесь и все. Вот если вы вот этим предъявите требования, вы будете народными героями. Понимаете? Вы за народ будете. Если вы против народа, против Путина, вы так и скажите. Вот. Вот он поддерживает федеральный закон, который подписан Путиным. Конституция Российской Федерации. Я вот... Защищается, как будто я брала другие по 19.3. Другие большие доходы, я честно признаюсь. Именно денежная компенсация. Поэтому я вас слушаю. Если у вас есть сомнения, вы можете пройти дальше. Что? Вы стоите слушать. Я жду, пока вы меня оформите. Я против. Вот так. В общем, полицейские, не бездействуйте. На. Второе, второе предложение. Либо вы бездействуете, получаете на себя жалобу, дисциплинарку, выслушиваете от своих начальников и так далее. Какие вы там неграмотные и так далее. От народа в комментариях и прочее. Вот. Либо вы сейчас действуете. Есть еще третий вариант. Охрана нам, я думаю, сможет предоставить письменный отказ на данного человека в посещении ему торгового центра. Можно? Возможно это? Это путь решения. Мы получаем письменный отказ и удаляемся. Письменный отказ от чего? Есть другое место. Письменный отказ ему в посещении торгового центра. На основании. Никто не отказывает. Нет. А мы там обозначаем, что он отказался показать вам рюкзак. Правильно? Сотрудник полиции. Он не надо. Его сотрудник полиции сейчас попросил предъявить. Тогда пойди. У вас требования нет. А потом сотрудник полиции попросил вас предъявить. Нет. То есть работал Николаевск. Мы отказали сотрудник полиции. Попросил. Попросил. Полицейского. Я хочу на работе для меня, а для него на службе, видеть грамотного полицейского, который даже не будет просить и умолять. Зачем такой полицейский нужен, который что-то там просит? Ну что это неужели не в конце концов? Он должен ссылаться на закон и требовать законные требования. Законные в первую очередь, а потом требования. Зачем он что-то там просит? Он также ссылается на 55-ую статью. Есть еще закон у сотрудников полиции о вежливом культурном вращении с гражданами, который никто не отменял. Да, я согласен. Что он исполняет сейчас? Он вежливый культурно. Поэтому не требует опросить, я понял. Я понял. Я понял. Я понял сейчас. Закон. Молодец вообще просто, да. Прекрасен. Сержант. Он так обиделся, что он не сержант, а старший сержант. Я прям... Я обиделся, я раз поправил. Стараюсь не забыть. Он прав. Ну, как он прав? То, что он поправил, когда его назвали сержантом, он поправил, что его... Он обиделся. У него звание не сержант, а старший сержант. Ну, кто знает? Знает удостоверение? Додостоверение я не вижу. Вы можете попросить представиться. У вас, я смотрю, обновление состава? Джин-джин-джин. А на основании чего? Письменный отказ. Ну, то есть не будет. Я на основании, я что-то не откажу. Я тебе тоже не отказываю. Не отказывайте, я вам просил. Ну, проходи. Ну, вот на этом основании откажите. Предъявите предмет, на который сработал металлоисcmатель, пожалуйста, я вчера об esperazy. Дмитрий. К сожалению, мы вынуждены вам отказать. Весь предъявлением предмет, на который сработал металлоисcmатель, Так на него ничего не сработало. Давайте убедимся. А еще... Подождите. Еще одно требование. Вы хотите одно, второе, третье. Я говорю, на него ничего не срабатывает. На него нет. Он гул, как сокол. Он гул, как сокол. Предлагаю убедитель. Не нужно убежаться. Все, я человек, которому можно доверять. Очень рад за вас. Я говорю только правду. Правду, правду и только правду. Я согласен. Вы начали школьные, вот хочу вас отделять. Внимание ваше правило. Приводи, отказывайте. Посещение силы, ацетов. Я с этого не верю, а поспорил поднимет предметы. Вот, смотрите, смотрите, пошла. Пошла движуха. Какие роботы. Клево. Ацетов. Все, сдался, сдался. Хараон, вот так. Да, вот так лучше. Чуть-чуть налево, пожалуйста. Ага, спасибо большое. Не, налево, налево, налево. Налево. Что такое? Что же у нас закон? Я вот, я фараон, чтобы было видно. Что фараон было видно. Что же у нас закон? А занимаетесь, я непонятно че. А у меня роста хватит, чтобы вас... перри-пери. Там подожди, но не единец беззаконием. Вот, ребятушки, все вот эти бравые парни не могут решить, можно ли проходить без досмотра в торговый центр вот с этими опасными предметами. Нестли, Нутелло и прочая тема. Вообще, Россия, это Россия. Давайте уже отказ накалякаем. Да, ну до утра. Просто они не действуют. Еще до утра поставить. Зачем нам до утра? Ваше время, наше время. Мы не отказываем молодому человеку, понимаете, к посещению. Так вы укажите, на каких основаниях вы тогда препятствуете ему к посещению. Мы с вами разговариваем. Правильно. Вот так сошлитесь на закон, вот так на законы напишите. Вот письменный отказ и все там. Вот у вас же уполномоченная. Молодой человек не является нашим посетителем. Какой отказ? Так он является вашим посетителем? Он же зашел сюда? Он зашел. Он проделывно, правда, зашел. Он силой сюда зашел. Силой? Конечно. Кого-то толкал, наверное? Меня толкнул, я упал аж с сел. Вам нужно в трампунт, мне кажется. Помощь медицинская не нужна? Не знаю, может и понадобится. Я посмотрю. Я понял. Вы аккуратнее, аккуратнее. Ну да, аккуратнее. Я стараюсь. Так, юзер, юзер, инстаграм. Стался, стался. Смотрите, ребятки, а тут у нас есть более продвинутый юзер. Вот, правильно, правильно. Бэджик бы надели. А то административочка будет, лицензию больше не получите. Да, ничего не сработало. Я видел, что ничего не сработало. Он прошел, ничего не запищало. Прямо честно. Вроде, у вас не было в данный момент вообще. А вот посмотрите, сколько съемка ведется по времени. Ого, он сейчас прошел. А молодой человек был довольный раньше. А вы уже находились на территории Элфа. Может, есть подошли за территорию Элфа. А они не торгуются. Вы мне отказывались? Если вы не... Нет. Ну, может быть, все-таки проведем досмотр тогда? Нет. Досмотр... Да не вы, полицейские. Вы не имеете же права. Досмотр... Ну, давайте проведем. Ну, по формулировке немножко, Владимир. Я же предлагаю, это предложение. Досмотр... Подождите. Осмотр... Вы предлагаете досмотр? Или осмотр? Я предлагаю досмотр. А такой функции, как осмотр у нас нет. А вы уже осмотрели. Или вы... Или у вас глаз нет, я не знаю. Ну, осмотрите. Вот осмотрели. А внутрь заглянуть, это досмотреть. Поэтому я вам предлагаю предложить человеку досмотр. И, в принципе, да заставить его. Что предлагать? Правильно? Пускай досматривается. Зачем? Нет. Ходит тут... Я не знаю, ходит тут с какими-то вещами непонятными. Я не осмотрел. Зачем досмотрим? Еще 25 минут до закрытия торгового центра. Затем торговый центр 25 минут закрывается. Ты, в смысле, можете тут до утра быть с нами? Нет. Торговый центр закрывается. Я тогда могу спросить вас, покинуть торговый центр. Надеюсь, это будет вежливо. Потому что... Потому что торговый центр будет с вами согласно. Согласен? Я согласен будем с вами, конечно. Но дело в том, что сейчас вы отказываете получать впечатление на основании того, что человек отказывается... Как обращение выполнять вашу? Да. 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 Так давайте это все зафиксируем. В каком письме? Это что, досмотр? Владимир Владимирович, вы занимаетесь? Мне кажется, это унижение. Процедура унижения. Похол. Поэтому не проводим досмотр. Вы носите металлический рост? А если вы не так... Видели мы умаим пирсик? Серьезно вообще. Такую письму не без. Ну, расписать бумажку, поставить печать. Это же полномочное лицо. Мы не имеем права проводить досмотр, господа. Поймите правильный. Поэтому мы не проводим досмотр. Так как не надо. Мы просим предъявить предмет. Ну, а если вам отказывают, вы отказываете в обслуживании. Правильно? Вы тогда отказываете в посещении. В посещении. Ну, так и напишите. В общем, можете написать бумажечку. Сотрудники охраны предприятия не являются... Они не оказывают вам никаких действий публичной охраны. Мы поняли. Поэтому, к сожалению, они выполняют... А вы представители охраны или торгового центра? Торгового центра. Торгового центра. Да. Понятно. Поэтому сотрудники охраны являются наемными сотрудниками, которые осуществляют возможные инструкции по охране данного объекта. Хорошо. Выполняются инструкции по фиберальной законодательности. То есть, они все по закону сейчас делают, да? Конечно. Не могли бы выдать письменный отказ и вот этому человеку... Ну, как я вам сейчас выдаму? Письменный отказ. Если вам никто не отказывает, вас просят про 9 предмет, на который сработал металлоискатель, и спокойно... Но вы же его не впускаете. Вы уже отказываете, правильно? Вы же его сейчас не впускаете? Ну, вашу охрану. Сейчас его действия, возможно, нарушают 55-е статью констеркового центра. Возможно. Возможно. Вы сомневаетесь? Конечно. А сомнение? А сомнение? А сомнение? Чью польза? Сомнение в российском законодательстве. Нет такого результата. Нет такого результата. Нет такого результата. Мы сейчас про результата. Домневайтесь. Слушайте, Владимир, я вам чуть проще. Что вы не заветно даже об этом? Молодой человек вот сейчас. Никто не задерживает, никто не ограничивает. На тот человек, который спросят проявить предмет, на который сработал металлоискатель. Ты спокойно пройдем отрезнуться. Ты любимая, пищу, а ты мисс. Как ты мне вижу? Так мы тоже не видим проблем. Вам же предлагали отжаться. Я не хочу, чтобы отжимались. Вы не поймите меня правильно. Вы, чтобы отжимались. Мы хотим отжиматься. Мы хотим, чтобы вы отжимались. Мы хотим, чтобы вы отжимались. Мы хотим, чтобы вы отжимались. Я не буду прекрасен. Предлагаю вам. Расположитесь, отожмитесь. Главное не здесь. Не мешайте, походу. Ладно, хорошо. Вы можете показать содержимое своих карманов кому угодно. Мы вам не мешаем. Вот только вот здесь. Если покрою сотрудников правоохранительных органов сейчас. Хорошо. Дайте мне такую неизвительную процедуру как отжимания. Я вам предлагаю. Вот у меня есть кандомчик в сумке. Я натяню его просто на свой палец и все. Ну ничего страшного, никто не увидит. Вот реально. Владимир, я стесняюсь. Подождите, куда вы хотите. Вы просто возьмите все. Не надо им в вас запихивать. Да, он такой. Фантазер. Вы его не увидите. Владимир, вы не такому человеку предлагаете. Я вот нормальный. Поэтому вы можете выйти и сейчас найти человека, который готов ядеть кандомчик на палец. У нас с вами. То есть получается договор. То есть этот человек выполняет что не хочет. Этот человек выполняет что не хочет. И вы выполняете. Мы даже вас все знаем. Все довольны. Все выполняют то, что не хотят. Это ваши условия. Это ваши условия. Это ваши условия. Против чего категорически возражают. И на это имеют другое право согласно федеральному законодательству. Внимательно. Начинаем. Закон о защите информации. То есть то, что сейчас вы осуществляет, то вы можете осуществлять. Но вы не можете распространять данную информацию без моего преступного согласия. Если вы распространяете информацию без моего преступного согласия, то это совершенно федеральное законодательство лечит за собой. В том числе и уголовное ответственность. По какой статье? Сейчас вам сразу не готов сказать. Сейчас помогут посмотреть, освежить память. И когда вы разместите, то вам это напомнить. Хорошо. Там санкция небольшая. Мы готовы отсидеть. Мы большая. Отсидим. Ничего страшного. Вон полицейские бездействуют. Тоже, наверное, готовы отсидеть. Они не готовы вам применить. Они выполняют сейчас. Вам они применить не готовы. Они сейчас выполняют закон. Вежливо молчат. Ну, вежливо. Соглашусь. Вопросов нет. Вежливо не хамят. Руки не распускают. Да, руки не распускают. Так он же просил. Не требовал. Просил. Если бы он требовал, с него спрос был бы. А так, попросил, в принципе, спроса нет. На закон не сослался. Ну, так это же просто просьба. Без требования, тогда да. Тогда его требовать может только по закону. Правильно? Ну вот, видите. Заявление. Да. Ай, ну да. Потому что я сейчас напишу. После этого он не имеет права проверить документы за данные граждане? Потому что не пишу заявление. Да. Вот видите, какие. Он не имеет права. Это просто вот. Конечно. Конечно. Ну, просто чтобы подумать. Где это мой остаток? На кого подавать еще? Не знаю. Вот я подожду. Поэтому в заявлении там будет отражено, которое будет зарегистрировано в клубе отчетных заявлений, от первого часть права. Держим часть права. Конечно. Заказим принимать. Только документы он может проверить только в случае, если там будет информация о ком-либо правонарушении. Вам немножко... А так заявление я могу написать, что вы тут стоите. Вы немножко утрижете сейчас. Я вам говорю, то, что если вами будет размещено. Какая-либо информация о банках. То есть, вот, мое изображение в дне. Ну, без моего согласия. И, естественно, это делаем не сразу же. Разъявления уже будет. Чтобы не бегать, потом не размышлять, кто это был, и так не искать на формах, не прошло. Ну, да. Согласен, вам будет проще, да. Меньше проблем. Если, конечно, они проверят наши документы. Ну, почему нет? Не знаю. Ну, почему-то они не действуют, когда реально нарушают. А, ну, то есть, если мы на вас напишем, то, получается, тоже ваши документы будут проверены. Правильно я понимаю? Конечно. Конечно. Если я вас сейчас начну снимать... А, смотрите. Если я вас начну снимать... Я вам устное заявление вот сейчас подаю... В соответствии 700... Нет. Нет? А вы не принимаете устное? Нет. Это анонимка. Ну что? Нет. Я никак не могу. Полицейский. Это уже не полный служебный полицейский. Ну правда. 736 приказ МВД. Колокольцев вам. 14 пункт дал. Ну что же вы такое? Мама, не вымите. Человек докопнут. Человек докопнут. Вызывается. Мне просто приятно с вами. Так. Фараон не... Не приближаться. Серег, возьми папу. Серег. Местер. 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 Прям как... Прям как... Прям как... Смотрите. Вот на самом деле вы сейчас зря тратите свою силу. Никого вы здесь не заветите и не распроходите. Поверьте, сил не хватит на ваши вот эти вот цены. Санкции не большая. Уже... Понимаете, их баз здесь бывает десятками и постоянно вот эти идут провокации. Одни и те же. Я просто не видел, как вы это... Докапывались до других людей своими социальными особнями. Как вы это объясните? Я не буду отвечать на ваш провокационный вопрос. Вы можете такой вопрос задать своему другу. Почему вы... Почему вы со мной разговариваете, а с ним нет? Почему вы так любите прижимасскими? Это вы кому сказали? Я лично не знаю. Я вас не знаю. Вы если сказали там кому? Девушке сказали? Я думаю, что она не здоровая, но я все-таки продолжу твой вопрос. А почему вы любите? Вы хотите самоутвердиться? Я звали бы. Молодец. Почему вы выбираете... Мне более приятно с вами разговаривать. У вас наиболее умные вопросы. С вами приятно пообщаться. А с молодым человеком нет. А вам какие мужчины приятные, скажите? Вообще. Я не знаю. У него может быть такая же прическа. Может быть он тоже подойдет вам? Я не знаю. Приятно. Может... Мне не интересен, молодой человек вообще. Он приятный мужчина больше. Мне не интересен. А чем я заслужил? Интеллектуально с вами приятно пообщаться. У меня три класса образования. У меня три класса образования. Я говорю, было. Он интеллектуально не подвязан. Ну было, но видите, разве... Разных. Полных. Да то полных. На второй год не оставался. Сколько человек будет учиться? Между прочим, намного... У него, видите, какие-то темы какие? Вообще. Вот видите. У него... Я не знаю. Он озабочен. Вы, я вижу, раздражаетесь. Это хорошо. Вы раздражаетесь? Нет. Я даже его не вижу. Понимаете? Незнакомые люди. Нет, ну просто. Я их не знаю. Если бы мне это сказал друг, я бы, может, разозлился. А вот... Александр? 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 Я не знаю, вот кто это. Где мой друг Сашка? Видите, какой он? А что мы еще друзья большие? Видите, какой он странный. Странный? Да. Глаза видите какие? Непонятно. Странный. Вы не подчинку. А дядя Олег сказал же, что нельзя снимать, согласно Конституции. Нельзя выкладывать. Нет, он сказал снимать. Еще раз. Он двадцать два с половиной раза сказал снимать. Я его поправлял. Я его поправлял. Если... Снимать. Нет, нет. Олег Дмитриевич не мог так вот сказать. Он мог сказать, если это появится в соцсетях, то это вроде бы законно. Во всех? Во всех? Во всех? Или вот... В соцсетях вообще. А Порнхаб нормально если? А? Порнхаб в соцсетях или нет? Я просто не понял. Вы сидите там. Я не знаю, нормально это или нет. Нормально, нормально. Я первый раз об этом. Я первый раз. Я честно говорю, нормально абсолютно. Я не знаю. Не знаете такой сайт? Порнуха-то. Да. Ну незнакомый. Чем вы дома занимаетесь, непонятно. но я туда тоже нельзя или можно туда-то можно или нельзя портам на бразерском олега дмитриевич спросим я извините сейчас вас подставлю немножко роль провокатор я с другой стороны чтобы не смогли перекричать вредный так мы не будем мешать пока олег дмитрий викторович говорит что он соцсетях выкладывать видео он не хочет но на порно ходе есть и на бразерском не против если это видео появится тоже не против как который а вот и все полиции с джок с посетителями информации который размещает осмотрим и на улице средства массовой информации скажем что является средством массовой информации ваши сайты не понимали сами они ваши да информация на вашу сайта является для меня сами сайтами Я не знаю, там же это 3000 человек, я не в курсе, я один, поэтому мы разговариваем, являйтесь в сайтах или бразерс, являйтесь в связь у нас информацией. Мы вам ответим, мы не знакомы с этими сайтыми, мы подождать не можем, что мы как-то вместе, вы очень подозрительно с такими сайтыми. Вы вместе их смотрите или не смотрите вместе? Нам эти сайты не знакомы. Нам, вы как-то говорите, как будто вы прям семья, ну что вы так делаете? А говорите, вы как бы не швед? Так что это за сайты? Порнуха, я же говорю, вот реально говорю, порнуха. Я не знаю, не знаю, не знаю. Отсталый, наверное, от жизни. Отсталый от жизни. Можно так называть прям? Ну, можете так называть, вам так удобно? Не, мне все равно, если хотите, если хотите. Пожалуйста. Я вам вообще не знаю. Олег Дмитриевич смотрит, я вот понял из вас, что он как бы в курсе, а вот... В курсе чего? Дмитрий Викторович, я вот, у меня слово Дмитрий немножечко сложно произносить. Мне хочется, Дмитрий Анатольевич все время. Если вы в прессу вам вот это видео послали, что-то... Куда, в прессу? А, мне? С удовольствием, я просто рада видеть это. Это вообще... Не, ну а что такого? Я же ничего плохого не сделал, вы сказали. Ну, не, вы переходите на личности. Я на личности? Да, но все уже записано. А по поводу того, что... Не, 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 не. Видео... Я же говорю, не против ли, что это... Не, 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 не по поводу... Че, правда снимает? Скажешь, ты снова снимаешь... Да, ну, точно. Че, не снимал, что ли? Но... Заново. Че, реально еще заново, что ли? Ну, конечно, ну че, грим-то у нас еще. Ну, Дмитрий Викторович... Закроемся уже через 15 минут. Это действительно какая-то порнография, вот честно вам скажу. Это вот какая-то порнография. Ну, забыл. Я же только учусь. И, возможно, с моей помощью вы станете лучшим. Вот, я вот этому и стремлюсь. Может, придется поменять профессию. Ну, че, возьмем в ряды переметнувшихся? Ну, все. А вы своих сдадите, когда перейдете к нашим? Своих сдадите. Ну, да. Где своих, где-то. Существует... Субтитры сделал DimaTorzok